Год здоровья в Ненецком округе. Первое заседание и первые заявления. Среднему медицинскому персоналу необходимо повысить зарплату, о чем еще шла речь на организационном совещании. 10 миллионов на реализацию крупного бизнес-проекта в регионе стартил прием заявок на получение губернаторского гранта. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы воспользоваться господдержкой? Невеселый молочник. Плачевное финансовое состояние животно-отческого комплекса в Великовисочном, что послужило причиной убыточности предприятий и как выйти из кризиса. Эти вопросы обсудили на заседании межведомственной группы. Расскажем подробности. Цели ясны, задачи понятны. Члены молодежной палаты при региональном парламенте утвердили план работы на ближайший год в числе главных вопросов внесения изменений в местный закон об образовании. Что именно предлагают молодые политики? Об этом мы не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Пропагандировать здоровый образ жизни собственным примером призвал чиновников окружной администрации губернатор Александр Цибульский на первом организационном заседании по объявленному в регионе Году здоровья. Кроме того, на заседании говорили о повышении зарплаты среднему медперсоналу и оказании квалифицированной медпомощи жителям Ненецкого округа. Тем продолжит Ольга Русу. Год здоровья в Ненецком округе, объявленный губернатором и поддержанный всенародно, начался с Оргкомитетом. На нем собравшиеся рассмотрели план мероприятия, обсудили первоочередные задачи, которые предстоит решить в 2019 году для оздоровления населения региона. И первое из них – привлечение специалистов. Так, в конце прошлого года окружным парламентом был принят законопроект, согласно которому на территории региона с 1 января начали действовать арктические меры поддержки медицинских работников. Они вступили в СИО с 1 января, и в цель привлечения мы предусмотрели, назовем так, арктический доктор, и арктический фельдшер. Это дополнение к той программе «Иземский доктор, и земский фельдшер». То есть, дополнение к тем выплатам, которые сегодня установлены на федеральном уровне, миллион для врача и 500 тысяч для фельдшера, мы предусмотрели помощь, дополнительность закружного бюджета, миллион для врачей, которые поедут работать на СИО-клюшем, и 500 тысяч, если в городе будут люди и в искателях работать. И для фельдшеров 500 тысяч плюс, если поедут всего работать, и 250 тысяч, если приедут в город и в искателях. Кроме того, в год здоровья в Нинецком округе начали действовать специальные меры для студентов-медиков. Это стипендия для отличников и тех, кто учится на 4,5. Компенсация за съем жилья и дорожные расходы. На сегодняшний день в округе трудится 177 врачей и 513 человек среднего медицинского персонала. Практически во всех населенных пунктах округа есть пункт медицинской помощи. По словам губернатора Александра Цибульского, даже в Советском Союзе медик полагался только на 300 человек населения. Сейчас в селах, где меньше 100 жителей, есть здравпункты. По нерамотиву выше, чем в Советском Союзе. Потому что у нас в селах пунктов есть 100, жителей, там менее 100 жителей, присутствуют первичные медицинские учреждения, фельдшерские пункты, которые могут оказать первичную медицинскую помощь. И в этом смысле это надо поддержать, это надо развивать. Также в год здоровья планируется решить вопрос с предоставлением жилья для специалистов-медиков, приезжающих на работу в Ненецкий округ. Сейчас в жилищной очереди числятся 70 медицинских работников. В конце прошлого года, в начале лета, мы уже около 20 квартир, на основании отрешения Сиантача отдельного, стали предоставлять служебное жилье врачам. У нас на сегодняшний день стоит на очереди 70 врачей, но есть врачи, которых необходимо привлечь, и тоже предоставлять жилье. Также в числе первоочередных задач губернатор Александр Цибульский обозначил увеличение заработной платы медицинским работникам, приведение ее в соответствие со статистическими данными. И вообще, вот эта статистика, которую мы приводим, ну, вы на этом, в общем, остановились, которую мы приводим по зарплатам, она, конечно, ну, где-то немного лукавая, потому что это такой средний температуры по больнице, который мы показываем, да, за счет совместительства, за счет того, что врачи берут в себе несколько ставок. Это, ну, действительно, это не очень справедливо, не очень правильно. И главное, что это противоречит основному поручению, которое нам говорит президент и обращает на это особое внимание, что отчеты на бумажках, должны соответствовать реальному ощущению людей. В числе прочих задач глава региона обозначил на этот год уделить внимание развитию диагностического комплекса в округе. Это позволит сохранить жизнь и здоровье и, к тому же, сэкономить время, деньги и нервы пациентов. Также он отметил, что в этом году надо продолжить сотрудничество с ведущими медицинскими центрами в части оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям Ненецкого округа. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Теперь важная новость для местных предпринимателей. С 1 февраля стартует прием заявок на новый вид поддержки бизнеса – губернаторский грант. Об этом накануне сообщила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Напомню, максимальная господдержка составит 10 миллионов рублей. Что касается условий предоставления, то на гранты смогут претендовать инвестиционные проекты стоимостью не менее 50 миллионов рублей и сроком окупаемости не более 7 лет. Таким образом, софинансирование из регионального бюджета составит 20%. Сами гранты будут предоставляться на конкурсной основе по результатам расчета 12 показателей. В их числе срок окупаемости проекта чистая, приведенная стоимость от его реализации, внутренняя норма доходности и привлечения работников на территории Ненецкого округа. Также при оценке будет учитываться бюджетная эффективность бизнес-идеи, размер зарплаты, отношение проекта к социальной инфраструктуре субъекта или к социальным программам. Между тем, предприниматели не должны иметь просроченные задолженности по налогам или иным обязательным платежам в бюджетную систему. Добавлю, новый губернаторский грант рассчитан как на местных предпринимателей, так и на представителей бизнеса из других регионов, которые готовы инвестировать на территории округа. Объявлен первый в 2019 году конкурс грантов в рамках инвестиционного бюджетирования о заявке на господежку для реализации проектов в развитии общественной инфраструктуры, муниципальных образований, основанных на местных инициативах, принимается Департаментом внутренней политики до 25 февраля включительно. Об этом на расширенной планерке с губернатором сообщил его заместитель Михаил Васильев. Напомню, каждый проект в рамках инициативного бюджетирования может получить финансирование из окружного бюджета на сумму до 1 миллиона рублей. Всего в текущем году в бюджете на поддержку местных инициатив предусмотрено 10,5 миллионов. Для реализации идеи по благоустройству конкретной территории гражданину или группе активистов необходимо разработать проект и предоставить его в местную администрацию. Далее инициатива будет рассмотрена на собрании жителей муниципального образования. В случае поддержки проекта большинство муниципалитет выступит соискателем на получение субсидий из окружного бюджета для реализации общественно значимого проекта. Каждое сельское поселение, а также поселок искателей могут подать на конкурс не более двух заявок, на РИДМАР не более четырех. Условиями конкурса определены следующие направления проектов. Это уличное освещение, благоустройство улиц, дворов, площадей, набережных и других территорий, озеленение, создание автостоянок, создание и ремонт детских площадок, мест массового отдыха, содержание мест захоронения, обустройство контейнерных площадок и мест складирования ТКО. Из окружного бюджета каждый проект может быть профинансирован в объеме не более 89% от необходимых затрат. Доля муниципального образования должна составлять не менее 10%. Соответственно, гражданин, предприниматели и юридических лиц не менее 1%. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием. Великовисочный животноводческий комплекс должен представить план финансового оздоровления предприятия в ближайшее время. Такое решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по развитию молочного животноводства в Ниньском округе. Напомню, предприятие на сегодняшний день находится в убыточном состоянии. На это повлияли низкие производственные показатели по надоям, а также долги по коммунальным услугам. Подробности далее. Великовисочный животноводческий комплекс образован в 2012 году. Предприятие занимается производством и переработкой молока. Имеет фермы в селе Великовисочное и деревне Лабожское. Проблемы у предприятия начались, когда окружные субсидии на производство значительно сократились. В основном 80% мы реализуем масло. Себестоимость масла 2600 за килограмм. Цена реализации 600. Сами понимаете, что несем колоссальные убытки. Сейчас попробуем для внутреннего рынка готовить продукцию сметана, творог, масло, молоко. А излишки молока будем пакетированы пытаться сбыть город. Вот только доставка продукции, например, в Наринмар, дорого обходится. Аренда лодки летом и снегохода зимой доходит до 20 тысяч рублей за поездку. Конечно, ни о какой прибыли не может быть и речи. По данным анализа экономической деятельности предприятия с 2016 по 2018 год, практически все показатели хозяйства идут на снижение. Имеется задолженность. А затраты предприятия понесло больше за счет севержилком сервисов. То есть колоссальный скачок. Выручка, но опять же, по ожидаемым результатам 2018 года, по тем данным, которые сейчас уже оперативно, я так понимаю, подвели итоги, 14 миллионов примерно выручка. В структуре доходов получается, субсидии составляют примерно 56% от всех доходов, а остальные 46% это выручка от основного вида деятельности. Затраты огромные, большую часть которых составляют зарплаты и коммунальные платежи. При этом профильный департамент предложил свой выход из ситуации. Снизить прямые затраты, например, пересмотреть фонд оплаты труда. Вице-губернатор Евгения Калашник с такой точкой зрения согласилась. Ведь вопрос даже не в том, что мы кого-то должны уволить, кого-то там повысить и кого-то оптимизировать. Вопрос в том, что эффективно или будут эти сотрудники, почему Анатолий Петрович говорит, сделайте показательную трудоемкость, чтобы от показателей на дое были зарплатные проекты. Естественно, они делать не будут, если вы им поставите 100 рублей, они на эти 100 рублей будут сидеть дома и ничего не делать. В свою очередь, председатель СПК «Победа» Николай Быхан поделился своим опытом ведения сельского хозяйства по производству молочной продукции. Рассказал, как правильно рассчитать рентабельность в этой отрасли, а также предложил меры поддержки предприятию. Какие бы там мы хорошие не были, если у нас экономика, значит, с экономикой у нас не пляшет. Или давайте какие-то субсидии, или давайте закрывать данное производство. Если мы хотим, чтобы было занятость населения, давайте на первых порах как-то людям дадим шанс выжить, сохранить животноводство на селе. Давайте еще поддержим. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кардакова выразила свое мнение. По ее словам, животноводческой отраслью должен заниматься профессионал. У нас есть сильные специалисты, есть у нас агропромышленный комплекс. Они сегодня занимаются этим, занимаются профессионально. У них рентабельно, потому что они на самом деле все просчитывают. Поэтому, Анатолий Петрович, я считаю, это мое мнение, мнение всех может быть, правильнее было бы отдать все в надлежащие руки. Подождите, вы скажете, что вы, может, не согласны будете. Но вот если мы переживаемся за развитие нашей отрасли, даже животноводческой, для того, чтобы развивалось и сохранить рабочие места, Анатолий Петрович, подумайте по-хорошему, на самом деле, было бы это правильно. По итогам обсуждения участники рекомендовали Великовисточному животноводческому комплексу разработать план выхода из кризиса и представить его на следующем заседании рабочей группы через месяц. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Городская баня номер один с первого марта переходит на новый график работы. Он предусматривает четыре сеанса продолжительностью по полтора часа. Ну а в перерывах между сменами будет проводиться уборка помещений. Такие требования, по словам руководства КБ и БО, предусмотрены СанПином. Тем временем, в адрес окружного собрания депутатов поступает обращение от жителей города, которые с новым режимом работы первой городской бани не согласны. Тему продолжит Ирина Никешина. Было обращение жителей, это жители не только этого района, а жители всего города по вопросу предоставления нового расписания с первого марта, в результате которого люди будут зависеть от определенного временного промежутка для посещения бани. Перевод первой городской бани на новый график работы, по словам руководства КБ и БО, обусловлено необходимостью соблюдения требований норм СанПина. У нас одним из требований этих СанПиновских норм должно быть уборка и мытье самого помещения из шланга, то есть смывать всю вот эту вот намывавшуюся, ну, налет, этот весь. Это вот требования СанПиновских норм. Мы просто пытаемся привести это в соответствие. Сейчас во время помылки заходит банщик, вот, ну, там где-то моет, где-то не моет, где-то что-то, потому что люди постоянно там находятся. А нормы СанПиновские, предполагаю, что это будет, ну, скажем так, в отсутствии людей. Представители депутатского корпуса уверены, в нормах СанПина не говорится о получасовых перерывах на уборку помещений бани. Кроме того, по мнению парламентариев, посменный график работы повлечет за собой отток посетителей бани, вызывает обеспокоенность народных избранников и сокращение штата в результате оптимизации. Как нам было объяснено, в целях оптимизации в результате будет сокращен банщик, на два отделения будет один банщик, это будет, возможно, женщина или мужчина, сложно сказать, но что будет получаться. Если в мужском отделении произойдет какое-то ЧП, туда женщина, которая обслуживает женское отделение, она не сможет попасть или наоборот. То есть и данный аспект тоже не предусмотрен. В результате оптимизации сокращают не только, что на сегодняшний день нежелательно, не только банщиков сократили и кассира, сократили гардеробщицу и уборщицу помещения, вечернюю уборщицу. Мы говорим про оптимизацию, ну хорошо, можно тогда таким образом сократить какой-то аппарат ИТР, например, но банщика нужно обязательно оставить, потому что это безопасность тех, кто приходит сюда. Это первое. А второе, то, что касается, если мы говорим про санитарные нормы какие-то, то ведь у нас нормально, когда в парилку приходят люди, и идет уборка, там вопросов нет, все всегда выходят, и убирается тогда вот то помещение. Здесь таким же образом можно решить вопрос, не выходя на эти смены. По словам депутатов окружного собрания, прежде чем принимать решение об изменении графика работы бани номер один, руководству необходимо было узнать мнение посетителей и изучить их предложение относительно этого вопроса. Впрочем, как нас заверил Николай Литвин, к нему никаких жалоб от населения не поступало. В принципе, все вопросы, если будет не хватать этого времени, мы можем скорректировать график работы бани, либо в сторону увеличения. Можем начать не с 14 часов, можно начать с 12 часов. У нас и так баня работает до 22 часов. Так что тут все это в наших руках, как говорится. Как вы думаете, люди почему возмущаются, что что-то новое для них непривычно? Новое это то, что люди не могут в любой момент, когда им захочется, прийти в баню и зайти в моечное отделение. А здесь, если мы, скажем так, приведем к порядку, то есть начнем по времени приходить, люди будут приходить, то если привыкнут, какие там проблемы? Проблем никаких нет. Что касается сокращения штата работников общественной бани, то это действительно произойдет. Я пока не знаю, ну как, не могу сейчас пока говорить, кого я буду сокращать или что. Естественно, для такой маленькой бани много людей. Я медобслуживающий персонал, то есть нужно уменьшать немножко. По словам руководителя КБ и БО, в будущем по сеансовый график работы будет внедряться и в других общественных банях города. К чему приведут такие нововведения, покажет время. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север». Общественная молодежная палата при собрании депутатов Нинецкого округа утвердила план работы на 2019 год. В ходе обсуждения в плане предусмотрена разработка законодательных предложений, направленных на изменение статей закон об образовании, а также в системе финансирования выездов молодежи для участия на федеральных площадках. Изменения в закон об образовании в Нинецком автономном округе предложила председатель комиссии по вопросам экономики и молодежного предпринимательства Оксана Данилова. Речь идет о компенсации за наем жилья преподавателям окружных школ и детских садов. При этом работники профессиональных учебных заведений не могут воспользоваться этой соцподдержкой. Допустим, даже отвечая за свою организацию, у нас на сегодняшний день таких сотрудников четыре человека. То есть, это вот по сравнению с масштабами школ и детских садов это не будет очень большим процентом. То есть, на сегодняшний день все равно существует вот эта некоторая дискриминация. Да, то есть, почему у нас работники школ и, соответственно, значит, дошкольных образовательных организаций имеют это преимущество, а работники профессиональных образовательных организаций ущемленных вот в этом вопросе. Оксана Данилова предложила создать рабочую группу для того, чтобы проработать этот вопрос с правовой точки зрения и определить, какие изменения в бюджет потребуются. Далее парламентарии обсудили кандидатуру представителя молодежной палаты в общественной молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания России. Я выдвигаю на эту кандидатуру все-таки бандератство плавных, так как она на данный момент у нас является представителем молодежного парламента при Государственной Думе данные требования и критерии на нее не распространяются. Если бы мы сейчас избирали нового члена представительства при Государственной Думе, тогда бы уже у нас шли критерии в 18-30 лет. Также у нас Светлана Бадьян еще является членом молодежного парламента при Государственной Думе и входит в состав комиссии по социальным вопросам. Парламентарии единогласно проголосовали продлить полномочия Светланы Бадьян на этом посту. Также представители палаты обсудили план работы на этот год. В частности, запланировано проведение фотовыставки, посвященной развитию туризма в НАУ, которая пройдет в рамках традиционной августовской педагогической конференции и фотоконкурс в рамках празднования 25-летия регионального парламента. А уже в феврале члены молодежной палаты примут участие в межрегиональной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню Российской науки. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. И всего хорошего. Продолжение следует...